Летом прошлого года в рубрике «Городской дозор» на нашем канале вышел сюжет про то, как с балкона пятого этажа дома на улице Силкина за неделю сбросили 12 кошек. Часть из них погибли. Своих питомцев владелец квартиры выбрасывал сам. Выживших животных взяли под опеку волонтеры. Соседи видели, соседи мучились постоянно от того, что наблюдали картины, что мертвые животные лежали под окнами. И несколько лет они пытались как-то с участковыми решить этот вопрос, но, к сожалению, никаких рычагов воздействия на этого человека не было. И вот обратились к нам. Вместе с доблестными защитниками порядка мы изъяли животных у этого человека. Картина, конечно, была ужасающая, то, что творится в квартире. Ужасающим было и состояние животных. За их здоровьем бывший хозяин не следил. Несколько лет они бесконтрольно размножались. Жили среди экскрементов и мусора. Умирали от инфекций. Вика – одна из тех кошек Силкина. Сейчас она живет в приюте Мурдом. Мы изъяли животных. Они поступили в клинику. Мы их всех вылечили, обработали. И вот Вика у нас была самая тяжелая, потому что у нее на фоне инфекции и сильной заглистованности были проблемы с кишечником. То есть она перенесла несколько операций. И сейчас у Вики все хорошо. Она сидит на специальном корме. Несмотря на все пережитое, Вика не озлобилась. Она удивительно ласковая кошка с урчащим моторчиком внутри. Только и ждет, когда ее погладят или почешут за ушком. С другими животными она хорошо ладит. Сидит отдельно ото всех, только потому, что ей нельзя обычный корм. Вика очень ждет, когда за ней придут и заберут в любящую семью. Вика очень спокойная кошка, уже со сложившимся характером и подойдет абсолютно в любую семью. Но, наверное, без маленьких детей, чтобы лишний раз не трогали в области живота, не тискали. То есть спокойную семью с взрослыми уже детьми, подросшими. Забрать Вику можно, предварительно договорившись с волонтерами по телефону плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. В следующем выпуске рубрики «Ищу хозяина» мы расскажем о нижегородских котах, которые также стали жертвами жестокого обращения. Смотрите в пятницу в выпуске новостей.